здравствуйте друзья я вас приветствую на канале openweb камера воде работает микрофон работает sort of box включил боковой свет включил сзади свет выключил это называется тестирование андрей в очередной раз задал очень интересный вопрос расскажите пожалуйста о тестировании pc все говорят делать и тесты делать и тесты а как их правильно делать никто не говорит ну да я с вами соглашусь это очень частенько бывает на форумах все писут делать и тесты но никто конкретно не говорит как это надо делать давайте разберемся если брать классический язык программирован такой как например си си плюс плюс дельфи пасхальную и им подобные которые из вашего кода генерирует машинный код то им для этого требуется время особо есть проект большой и уже в то время были придуманы так называемые тесты то что чтобы вам чтобы после компиляции до компиляции депренд компиляции не просматривать весь вас проект проходили определенные тесты чтобы можно было понять где что отваливаться но pc у нас динамический такой язык он не требует компиляции за него это делать интерпретатор и как бы с одной стороны в тестах он не нуждается но до тех пор пока что у нас не получается большой проект делом том что когда у нас очень большой проект и вы где-то потом что-то изменили то это изменение может напрямую либо как косвенно повлиять нас тот и другой и вы об этом сразу не узнаете об этом могут узнать все они у вас пользователи клиенты до для этого по заказах изменений желательно проходить тесты о тестах подобные только вести тест своего программного продукта это когда у нас есть некий набор функций и мы должны проверить каждую функцию в отдельности правильное на нас значение выводить либо нет на ступени тестирования всегда можно очень легко отловить какие-то косяки которые впоследствии могут быть выявлены либо очень поздно либо не вами конечно класса для тестирования вы можете сами писать ничего в этом принципе плохого нету ну зачем изобретать велосипед когда уже есть куча ты лучше посмотри какой у меня велик получился ахнешь фреймборков которые под это дело заточки один из самых популярных это psp юнит скачать его довольно легко попадаем на сайт заходим getting started и здесь есть подобные инструкции как мы через fget скачиваем даем право доступа проверяем версию и через компостер скачиваем либо 7 версию под psp 7 либо здесь ставим петелочку если у вас 5 версии psp да здесь есть образец кода но сейчас я вам расскажу примерно как проходит тестирование с помощью этого фреймворка давайте написываем какой-нибудь класс давайте у нас класса будет user ну и допустим в этом классе будет у нас функция get login который допустим у нас будет возвращать логин например какой логин давать питер пусть будет питер и нам надо эту функцию протестирует что она возвращает именно за течение питер не какое-нибудь любое другое для поэтому мы писаем собственно класс для теста вообще есть определенная методика по которым сначала писаться класса для теста а под эти тесты уже подгоняются собственно готовые классы рабочие но об этом как-нибудь в другом видеоролике расскажу делаем класс для теста тест .psp зачем ты здесь указал юзер тест нам здесь просто нужный юзер открываем указываем пространство имен наса фреймворка php unit-unit-framework-test-case php unit-framework-test-case php unit-framework-test-case описываем у нас класс для теста вот вместо сначала мы писаем то это тест и какого класса юзер и И наследуем класс Xt testCase. Дальше нам нужно провести тест нашей функции. Вписываем нашу функцию. Должна быть, конечно, у нас публичный. Public. Test. Get. Login. В этом фреймворке есть вообще куча, 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 еще большая куча проверок. Их можно все найти в документации. К сожалению, на русском языке нет. Но даже с базовым владением английского языка здесь довольно все доступно и понятно. Давайте, например, проведем тестирование у нас на полное совпадение. Делается она с помощью функции AssertContainers. Возьмем ее на игру Каперню, вставим. И здесь первое атрибут на точное значение, которое должно быть у нас. Это у нас Peter. А второе, собственно, проверяем наш класс. User. Get. Login. То, что вводит у нас функция. Теперь, как, собственно, запустить этот тест. Заходим в консоль. Здесь у меня видюшка пишется. И, разумеется, даже здесь есть пример, как провести тест у нас одного класса. Мы вызываем саму утилитку PCP Unit с данным атрибутом. И первый у нас будет файл для тестирования. А второй у нас будет, собственно, файл теста. Проводим нас к тестированию. Теперь у нас должен быть файл индекс, который мы тестируем. А второй у нас должен быть файл, с помощью которого мы тестируем тест. И здесь мы видим то, что затраченное время, сколько затрачено оперативной памяти. И у нас тест окей. То, что все окей потестилось. То есть, примерно так будет выглядеть ошибка. Если у нас вся функция getLogin, будет вводить не Peter, а, например, VladFailits. И объясняет, почему файл, потому что вывел Влад, хотя он не искал Peter. Кому было видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем читал кода. Не забываем тестировать этот код. Подписывайтесь на наш канал.